Квартиры купили, деньги заплатили, даже заселились и сделали ремонт. Только вот одно «но» – свидетельство о регистрации права собственности никто не вручил. Мы встретились с жителями дома 84А на улице Артёма. Сделали шикарный ремонт, скажем так, немалые деньги потратили, надеялись на всё хорошее, а сейчас в подвешенном состоянии, непонятно, чем всё закончится. Гульшат Кензибулатова купила квартиру в 2012 году, но не у застройщика, а у подрядчика. По словам Гульшат, строительная фирма не смогла подобрать подходящую квартиру и направила её к генеральному подрядчику в компанию «Абсолютсервис». Руководитель организации Равшан Саларов предложил желаемый вариант – удобная большая квартира на среднем этаже. Гульшат и подрядчик заключили предварительный договор купли-продажи. Заплатив деньги, женщина получила ключи от квартиры, но без документов, подтверждающих право собственности на неё. Мы хотим, чтобы мы получили свидетельство о регистрации, чтобы мы были полноценными хозяевами, чтобы мы не остались на улице. Зиля Бакирова в таком же положении. Два года пытается добиться правды. Мы ждём, чтобы нам дали свидетельство на нашу квартиру, потому что нам документы дали, все документы, касающие квартиры, дали, кроме свидетельства о регистрации права. Мы здесь прописаны, мы здесь живём. Сейчас в отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщили в прокуратуре Стерлитамака, из следственного отдела по Стерлитамаку материалы они получили. В течение месяца должен состояться суд. В ожидании решения и свидетельства на право собственности находятся четыре семьи. Мы следим за развитием событий. Артём Ланягин, Игорь Яковлев, Стерлитамак, Служба новостей.